Книга «Открытым оком» в 22-й том, тема «Болезнь. Вопрос 3474». «Приходилось ли вам встречаться с целителями неправославными, которые не признают икон и свечей не зажигают, как обычно делают современные экстрасенсы, выдающие себя за сугубо православных?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У меня сохранилась малая часть магнитофонной записи моей беседы с очень известным в Латвии баптистом Бухольцем Иваном. Может и инстаркрипция его фамилия не точна. Постараюсь и фотографии его опубликовать. Ему тогда, 79-й год, было, как помнится, далеко за 70 лет. Ничего нездравого в его поведении не нашли. Он весьма почитаем был у баптистов, хотя лечил именем Христовым. И ни одних баптистов. Мазал маслом простым постом, более ничего не употреблял. Однажды, по его рассказу, у него не оказалось масла, и он со сковородки взял у жены и помазал им, и человек выздоровел. Мы тогда и уезжали в Эстонию к не менее известному Вальтеру, основателю секты падающих, потому что при исцелении люди падали почему-то». Привожу нашу беседу. Говорит Игнатий. «Поэтому, если нам с ними, сектантами, но не с баптистами, приходится встречаться, то какие у нас отношения должны быть?» Отвечает Бухольц. «А я встретился с одной сестрой, которая крещена Духом Святым, и субботу празднует. Я говорю, как тебе Дух Святой не открыл, что Иисус Христос воскрес в воскресенье, и что ученики начали называться христианами, и начали праздновать первый день праздника воскресенья? «О нет, Дух Святой подсказывает, что не так». А я говорю, «Есть много Духов, как говорит Иван Богослов, и обманывают тоже». «Этого не может быть», говорит она. «Но я говорю, ладно, ты сегодня еще увидишь». Подходит одна молодая женщина. «О, брат Бухольц, мы тебя так ждали, а папа мой умер, я тоже больная. Я хочу, чтобы ты за меня молился, будешь?» «Буду, я помолюсь». И она говорит языками. «Слава Богу». Потом одна говорит, «Ты за меня помолишься?» «Да», я говорю. Я говорю, «А ты языками говоришь, да?» «А где Дух Святой?» А она бесноватая. Вдруг я накладываю на нее руки, и она начинает, «Я семь курей своровала, я соседке моей дочь задушить хотела». И смеется, говорит Игнатий. «А вот как узнаете это, Бухольц?» «Да она испугалась, языками говорят те, которые...» Троеточие. Игнатий. «А вот когда что Духом Святым крещеный, как вы узнаете, или от того, что он получил радость, или на языках заговорил?» Бухольц. «Ничего Дух Святой дает мне знать, я не спрашиваю, гляну только на лицо его, и я знаю, что он крещен Духом Святым». Игнатий. «Значит, не обязательно, чтобы языка говорил?» Бухольц. «Нет, не обязательно. Сыновья, если пятидесятники, то христиане». Игнатий Тихонович. «А пятидесятники вас признают за своего?» Бухольц. «Пятидесятники меня признают за Баптиста, а Баптиста меня признают за Пятидесятника. А сказать, что на мне Духа Святого нет, не могут такие, потому что все дела, которые Дух Святой делает, Господь делает через меня. Ни один пятидесятник не говорил, что у меня неправильный Дух. Я все жду, может быть, кто-нибудь когда-нибудь скажет?» Игнатий Тихонович. «Их обижать нельзя, они сразу скажут, что в тебе не тот Дух». «На вас не говорили, что на вас не тот Дух?» Бухольц. «Нет». Игнатий Тихонович. «А вам было открыто, что в них не тот Дух-то?» Они тогда сразу скажут, «А нам открыто, что в тебе не тот Дух». Бухольц. «Я не люблю всякие споры. Любишь Бога, славь Господа. А не хочешь, ну, я не буду спорить». Игнатий Тихонович. «Они большой вред делают для Баптистов. Целые общины растрясают пятидесятники». Бухольц. «А зеленые не делают?» Игнатий Тихонович. «Да, тоже делают». Бухольц. «А зеленые я никого не призную. А я призную вот так. Вот этот брат был на собрании». И другие. Пригласили меня молиться. И вдруг выбегает и становится на колени один человек. Пока тот человек не подошел, я с ним не беседовал, никогда его не видел. А Дух Святой мне говорит, «Ты с ним не говори, напрасен с твой труд». Я спросил, «Как тебя звать?» «Леша». Я говорю, «Брат Леша, ты когда хочешь получить от Господа?» Он говорит, «Я в Минской больнице лежал шесть месяцев. И вот тут тампонами заложено, сколько я буду жить. Вот я уже столько и столько дома пробыл. Теперь мне осталось девять дней. Я должен умирать». А было полное собрание людей. Трое сидят и пишут все. Я думаю, что после собрания наручники на меня наложат и поведут. И думаю, «Вы делайте свое, а я буду делать, что мой Бог мне скажет». И я спрашиваю, «Брат Леша, веришь ли ты, что воистину Иисус Христос есть Сын Божий?» Он говорит, «Да». «Можешь ли ты верить, что Иисус Христос сейчас вот на этом месте исцеляет тебя?» Он говорит, «Да». «Ну я взял бутылочку, помазал уилеем». И эта его дырка, она на месте заросла. У него рак был. Игнать Сихныч. «И что, сразу заросло, Бухольц?» «На месте». «О, слава Иисусу! Я 11 лет». Тут встревает Гена Яковлев, говорит. Позже он стал еромонахом Григорием, которого зарезали кришнаиты в городе Туре. И вот он говорит, Гена Яковлев, «Еще скажите крещение духом обязательно для спасения. И может ли человек спастись без крещения?» Бухольц. «Нет, это обязательно. Дух Святой дает знать нашему духу, что мы дети Божии». Римлянам 8.16. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Игнатий Тихонович, «Я еще хотел сказать, смотрите, вот вы содержите свой образ, как у Христа, бороду не бреете. Очень приятно смотреть». Бухольц, «Нет, я бороду не брею, потому что я жил с одним старовером. Он тоже любил Господа. Он говорит мне, «Ты потерял образ Божий». Так я родни его и начал растить. Потом как-то приезжал к нему каждый год и говорю, «Ну, Фома, ты имеешь повестку в суд?» «Нет, нет, нету еще». Один раз я приезжаю, он говорит мне, «Вот, брат Ваня, я получил повестку и больше мы не встретимся». «И он, когда я уехал, на другой раз уже был мертвый», как его жена говорила. «Двенадцать дней не пил, не ел и умер». Сказал перед этим в какое-то время, в какой час умрет и умер. «Мой отец десять дней страдал до того, как умереть ему». Игнатий Тихонович говорит, «Вот сейчас есть отделенные баптисты и хотелось бы, чтобы объединились в одну семью, но не покоряются братья, не хотят объединяться, возвращаться туда, откуда вышли. Что бы вы им хотели сказать? Бухольц, «Я бы хотел им сказать, чтобы они все встали, все встали на колени и прочитали Евангелие от Иоанна 17 главу. И тогда они пусть говорят, мы теперь будем разделяться». Игнатий Тихонович, «Они говорят так, там везде предатели, а мы их знать не знаем». Бухольц, «Ох, а раз они предатели, пусть библията сатана уже давно впереди их. Ведь предатели есть, сатана не спит везде». Игнатий Тихонович, «А вы не слышали про экономическое движение?» Бухольц, «Это я не признаю». Игнатий, «Они хотят, чтобы вы все были вместе, каждый оставался при своем заблуждении, лишь бы под одну крышу загнать». Бухольц, «Нет, я признаю, что еще это не общее, но ложное. Там руководители будет сатана, а не Господь». Григорий Яковлев, «А как вы относитесь к другим течениям, к православным, католикам, они будут спасены?» Бухольц, «Может быть, некоторые». Григорий Яковлев, «А что отрицательного в них вы видите?» Игнатий, «А что у них неладно, чтобы знать это православному, что неладно у него?» Бухольц, «Иконы, самое первое надо кинуть». Игнатий, «А у вас иконы «Тайные вечеры, вот смотрите». Бухольц, «Но это я не умоляю их, я люблю посмотреть». Игнатий, «Они не умоляют, это просто для напоминания». Бухольц, «Нет, умоляют, свечки ставят, я сам своим глазами видел». Игнатий, «У вас светильник вот тоже стоит рядом». Бухольц, «Это не очень, там света больше». Игнатий, «Да так что же, разве вы тоже умоляете?» Бухольц, «Это мне подарили на память». Игнатий, «Они не умоляют, это как изображение в красках теска Священного Писания. У вас тоже изображение, притом хорошее. Что вы еще видите неладное?» Бухольц, «Я могу их держать, потому что я лютеранин был. Я никогда им не поклонялся, не убожал их. А они убожали. Они не должны держать, потому что их не скушает». Игнатий, «А если не скушает?» Бухольц, «Как не скушает?» Игнатий, «А еще что вы видите в них?» Бухольц, «Я ничего, никого не вижу, я только вижу, что каждый человек из всех национальностей, из всех вероисповеданий должен глубоко покаяться перед Богом и будет мой брат и моя сестра и все. А кем он был и как он, я это не беру во внимание». Игнатий, «Вот мы рассуждали еще, Библия у вас эта, она состоит из 77 книг, а протестанты теперь отвергли 11 книг. Разве это правильно? Их церковь всегда имела, эти 11 книг». Бухольц, «Не знаю, это я не знаю». Игнатий, «Ну вы эти книги читали?» Бухольц, «Мы читали, теперь даже читаем. Мы каждые вещи читаем из Ветхого Завета, читаем из Нового Завета утром и вечером». Игнатий, «Вчера мы про Билли Грейма вам сказали, кто его упрекнул, что он общины не организовывал нигде. Бухольц, «Не знаю». Игнатий, «Когда он проповедовал, а теперь говорит, у него ни одной общины нет, вы про него слышали?» Бухольц, «Да, я слышал, и каждый день за него молюсь». Игнатий, «Так и он говорит, что его упрекнули, что у него общины нет, нигде отдельно, никому нигде не принадлежит. Разве так можно или нет?» Бухольц, «Это их ситуация, я не знаю». Игнатий, «А когда вы познакомились с этим Освальдом Шмидтом?» Бухольц, «Да он приезжал к нам, я видел его один раз, моя жена его перевозила». Игнатий, «Он на каком языке говорит?» Бухольц, «На английском». Игнатий, «Бывает вот у католиков такие, как Фома Аквинский, или вот у православных был протырей Иван Кронштадтский, и он молился, и много людей исцелил». Бухольц, «Я ничего не знаю, я не читал». Игнатий, «Здесь в Латвии, когда заходишь, как у Литеран, да и у многих баптистов, встречаются кресты на кафедре. Так это неплохо? И почему в Сибири у нас баптисты не признают кресты?» Бухольц, «Потому что мы умоляли эти кресты, за Бога держали, а мы держим крест за петлю, на которой повешен был Христос». Игнатий, «Да какая же на кафедре петля теперь? Это знамение сына человеческого, это знамя его, это любовь его над нами, Божья любовь». Бухольц, «Да, да». Игнатий, «Бывает так, что человек крепко верующий, и вдруг одержимый, не исцеляется, а он Бога любит». Бухольц, «То уже неверующий». Игнатий, «Ну вот есть такие, которые любят Бога, а с ним бывает беснование, и он от этого никак не исцелится, то как душа его, спасена будет или нет? Бухольц, «Нет, должны молиться, чтобы сатана вышел». «Нет, никто об этом не молился», смеется. «Надо молиться». Игнатий, «Известно такие случаи, что были люди крепко верующие, и до них Бог допускал такое испытание, и о них сколько ни молились, ни постились, и ничего не получалось, а они любят Бога, всю жизнь полагают за Бога, но от них не зависело, что с ним так будет. Кем вы его считаете? Бухольц, «Я его считаю истинным братом, он пятидесятник». Григорий Яковлев, «Вот здесь в вашей книге вы пишете про брата Горева, и вот с рязанскими братьями сейчас ездят и исцеляют. Какие у вас с ним отношения?» Бухольц, «Я тебя сердечно благодарю за твою любовь и милость, что ты дал мне возможность с этими милыми братьями работать и служить тебе. Хвала тебе. Я тебя благодарю, что ты выбрал их из этого мира, и они стали твоими служителями. Тебя любят и славят. Благослови их путь, и благослови их друзей, и да благослови их нею церковь, которой они принадлежат. Да будет твоя воля во всем. Благослови их поездку в Талли, и дай им, чтобы они там встретили хорошо детей своих. Славить Твое имя, Святое. Аминь. Игнатий. Молитва Игнатия. «Отец Небесный, мы хвалим Тебя за Твою неизреченную милость, которую Ты оказал нам в Сыне Твоем Иисусе Христе. Слава Тебе, Христос, за страдания Твои. Ты возлюбил нас, когда мы не искали Тебя, когда еще не было Твоего мира. Господи, мы славим Тебя за Дух Святой, который влечет нас к небесам, который привел нас на Голгофу. Мы освободились от грехов. Хвала Тебе. Любящий Иисус, мы славим Тебя, что Ты продолжил наш путь сюда. И позволь нам снова возвратиться. Еще вчера мы не думали быть здесь и на этой земле. Но Ты так все устроил, Господи, что мы можем вместе словословить Своё имя Твое. Если чем мы согрешили здесь, Ты нас прости. Ты любишь прощать кающихся. Помилуй нас, Господи, чтобы вечности мы были все с Тобою, что никто из нас не оказался опоздавшим или потерпевшим колебокрушения в вере. Благослови нас в путь, благослови брата, остающегося здесь, чтобы все приходящие сюда слышали слова истины, чтобы каждая душа находила покой у ног Твоих. Научи нас помнить друг о друге, вызывая к Тебе и сохранить нас от всякого зла. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Марк, 9 глава, 38 по 40 стих. Присема Иоанн сказал, Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов и не ходит за нами и запретили ему, потому что не ходит за нами. И Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас.